Ни свет ни заря в школу нагрянула проверка. Сегодня руководитель исполкома оценил ход капитального ремонта учебных заведений. В делегацию во главе с ним вошли чиновники, ответственные за сферу образования и строительства. Они посетили все школы, попавшие в этом году в список республиканской программы. На ремонт этих восьми учебных заведений выделено 302 миллиона рублей. Капитальный ремонт в разгаре на всех объектах к нему приступили в первых числах января. А в некоторых уже столкнулись с проблемами. Например, что делать с фасадом в школе номер 3. Ясно, что это такой старый материал, его обдирать надо. А вы говорите, есть в смете. У нас в смете только входной узел. Откуда фасад-то у нас? Фасад-то покраска же. Вы о чем говорите-то? Фасад-то покраска? Покраска совсем другая. Конечно, это же другие деньги. Пока все основные работы проводите, а по экономии, по всем этим, когда увидите в конце, уже к фасаду приступите. Судьба этого фасада станет ясной в апреле. Строителям же чиновники рекомендуют не затягивать с документацией. Вот ты какие-то работы сделал, завершил. По качеству все проверили, все проверяющие органы надзорные. Все это документы оформил, деньги получил и пошел дальше. Конечно, проведение работы отражается на учебном процессе. Правда, только в одном из учреждений произошли кардинальные изменения в расписании. В остальных же минимальные корректировки. Например, в третьей продленку начальной школы сдвинули на утро. К тому же занятия здесь проводятся только в первую смену. Потому к самым шумным и пыльным работам строители приступают после обеда. С подрядчиками согласуем график работы их. То есть где-то двери если менять, то придется детей переводить в другой кабинет. Ну, благо пока у нас свободные кабинеты имеются. Потому что у нас по проекту школа 650 ученических мест, а так у нас она заполнена 480 учеников. В этой школе руководитель исполкома не удовлетворило то, на каком этапе находятся работы. Я визуально даже вижу, что здесь в два раза меньше и людей нет. Вот кроме нас здесь и учеников. Где строители? То, что уже сейчас есть отставание, признает и подрядная организация, но ее руководство заверяет, что нарастят темпы и уложатся в срок до 15 июля. А другого варианта и нет, пригрозила комиссия. Иначе подрядчика заменят на другого. Елена Портнова, Андрей Пуслаков, РНТВ, Набережная Челны.